Они молоды душой, несмотря на серебряный возраст. Конкурс хоровых коллективов «Песни молодости нашей» проводится на Кубани вот уже третий год подряд. Лучших из лучших в исполнении народных песен выбрала компетентные жюри. Какой из коллективов получит право сиять на музыкальном небосклоне России? В нашем сюжете расскажем. Конкурс хоровых коллективов «Песни молодости нашей» собрал в этом зале больше сотни вокалистов зрелого возраста. Организаторы «Региональный союз пенсионеров России» и «Банк Кубанькредит» пригласили 12 ансамблей со всего Краснодарского края. Провели три отборочных тура. На кону участие во всероссийском этапе конкурса. Ангелина народной песни с любимым коллективом поет уже 17 лет. К постоянным гастролям привыкла, но признается, что в вокальном деле важно не количество выездов, а география, масштаб и уровень исполнителей. Общение – это самое главное. Если мы будем чисто там, у себя, только в нашем районе выступать, только там, вот все себя показывают. Никто ж не узнает ничего. А тут, пожалуйста, столько коллективов, и все разные, и все талантливые, и каждому хочется быть первым. Приурочили хоровой конкурс еще и к знаменательному событию – столетию комсомола. Для нынешнего поколения, может, дата и не примечательная, но вот для людей того времени – дань уважения прошлому. Торжественное посвящение в комсомольцы – также важный момент во всем действии. Мы эту поддержку оказываем в родении мероприятия, будем оказывать, потому что для нас очень важно через культуру, через искусство, через песни, скажем так, сохранить связь поколений. Вот бабушек, дедушек передать это нам, более взрослым поколениям, а также нашим уже детям. И сохраняя вот это искусство, сохраняя эти традиции, я думаю, мы сохраним и память о наших родных, близких и о нашей истории. Подводя итоги конкурсных страстей, представитель жюри, заслуженная артистка России Анастасия Подкопаева, открыто призналась всем артистам, что победа в конкурсе важна, но все же не самое главное. Пойте на здоровье дальше, участвуйте всегда в конкурсах, несмотря ни на что, несмотря на то, что вы заняли место, а не заняли, вы уже самые лучшие. Победители выбирались с трудом, причем и второе и третье места пришлось отдать сразу двум претендентам. Гран-при, а именно поездку Сергея в Посад на всероссийский этап конкурса выиграл краснодарский хор «Казачка». Антон Балзовский, Валентина Щербакова, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар».